Первая ласточка нового аэропорта. В Соборовке ввели в эксплуатацию подстанцию, которая будет обеспечивать энергией весь комплекс. Это первый инфраструктурный объект, который запускают для Саратовского аэропорта. С церемонии открытия материал программы. Позволяет управлять СОТП с нового чумиста, не выходя на третий пункт устройства. При строительстве подстанции применили новейшие технологии и закупили самое современное оборудование российского производства. Максимальная мощность и максимальная надежность. Говорят об этом объекте-подрядчики. Здесь построили четыре высоковольтных линии общей протяженностью 15 километров. Два трансформатора. Есть такое понятие режим N-1. Это вывод одного из силовых трансформаторов, каким образом не ограничивает надежность электроснабжения потребителей. Дает возможность питания 100% всей мощности без ограничения. Этой мощности хватит на то, чтобы обеспечить строительные работы на месте будущего аэропорта. А в дальнейшем, когда объект сдадут, подстанция запитает весь аэропортовый комплекс. Сегодня эту мощь выпускают на свободу. Подстанция официально запущена. Подстанция аэропорт введена в эксплуатацию. Оборудование работает нормально. Контроль изоляции в норме. Электронные часы отчитывают первые минуты работы подстанции. Это сегодня единственный инфраструктурный объект, построенный для будущего аэропорта. Его сдали в кратчайшие сроки. Подстанция обошлась в полмиллиарда рублей. Весь технологический процесс с начала этого процесса и до сегодняшнего дня был обозначен график, срок и все это выдержано. И надо сказать, весь этот этап, конечно, он составляет немалую сумму, более 500 миллионов рублей. А в целом строительство комплекса нам обойдется более 20 миллиардов рублей. Строительство аэропорта тем временем идет полным ходом. Сегодня, к тому же, проходит согласование проекта, по которому длина взлетной полосы будет увеличена до 3 километров. Это позволит принимать любые воздушные судна, в том числе и грузовые.